Три сотни юных алданцев не отметили новоселье в День знаний. Строительство школы в микрорайоне Солнечный к началу занятий не завершено. В каких условиях придется учиться детям в сюжете Татьяны Вахниной. Зданию, в котором гранит наук, грызут 300 мальчишек и девчонок 31 год. Процент износа чрезвычайно высок. Ну, основная проблема, мы уже много говорили об этом, здесь холодно. Зимой, конечно, очень холодно. Учебное заведение строилось для детей железнодорожников. В 1986 году предполагалось, что здание временно. В будущем школа переедет в капитальное помещение. Строительство новой школы на 270 мест в микрорайоне Солнечном началось три года назад. Ожидалось, что в День знаний 2017-го педагоги и воспитанники отметят новоселье. По ряду объективных причин сроки сдачи сдвинулись. Ну, причин много, как бы от нас независимых, конечно. Это организационные, той организации, которая строит. Вот их, как бы, ну, не сработали они. Организационный вопрос как-то немножко упустили. В период работы, да, над проектом появились, как бы, новшества, да. Отделка нового здания идет полным ходом. Почти завершены работы в спортзале, установлен лифт, подведены коммуникации в кабинеты химии и физики, оборудованы душевые и санузлы. Школа микрорайона Солнечного обещает стать в Алданском районе первой, которая будет полностью отвечать требованиям современности. То, чего мы здесь не имеем, там есть столовая просторная, там на 113 мест посадочных, то есть, ну, как бы, в три смены, ну, как обычно у всех школах. Там просторный, 340 квадратов спортивный зал, тренажерный зал, там два лингофонных кабинета будет, кабинет ритмики. Согласно графику, срок сдачи объекта 1 ноября. Если ремонтно-отделочные работы будут проводиться без задержек, вторую четверть педагоги и воспитанники начнут в новом здании.